Ребята, всем привет! В эфире Даша Техник. И на этом канале я рассказываю о военной, не только технике. Провожу виртуальные экскурсии по техническим музеям и делюсь новостями военного и тяжелого машиностроения. А сегодня будет видео о легендарном танке Т-55, созданном для войны посреди радиоактивного пепла. Также в видео я покажу, как маневрирует этот танк и как он производит выстрел, а также как работает стабилизатор его пушки. А также расскажу о различных вариантах исполнения этого танка. Т-55 это модернизированная версия танка Т-54. Машина получила более мощный мотор, систему пожаротушения РАСА и термодомовую аппаратуру. Масса осталась прежней, 36 тонн, да и бронирование изменилось незначительно. Самые защищенные участки это лоб башни и корпуса. И состояли они из бронелистов толщиной в 100 и 200 мм, соответственно. Компоновка классическая. Отделение управления впереди, за ним боевое и МТО в корме. Экипаж Т-55 состоял из четырех человек. Механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир. Сомнений в том, что следующая большая война окажется атомной, в 50-е годы 20 века не было ни у кого. Любая из сторон предполагаемого конфликта спешно запасала ядерное оружие и средства его доставки. Отсутствие спутников наблюдения и надежных межконтинентальных ракет порождало совершенно апокалиптические концепции войны. Испытания ядерного оружия свидетельствовали, что сам танк мог выдержать подрыв тактического заряда на куда меньшем расстоянии, чем его экипаж. Проникающая радиация вблизи от эпицентра убивала танкистов вне зависимости от экранировки заброневого пространства. Безжалостная логика термоядерной войны диктовала, что полная защита невозможна, да не имеет смысла. Речь шла в первую очередь о сохранении экипажем приемлемой идееспособности, хотя бы на время боя. Для этого танк сделали по-настоящему герметичным, улучшили все уплотнители на люках и технологических отверстиях, убрали один вентилятор с крыши башни, а также установили автоматическую систему отключения бортовой электросети и двигателя по сигналу детектора гамма-излучения. За те доли секунды, что ударная волна проходила расстояние в 700 метров от эпицентра тактического взрыва до танка, то есть минимальное расстояние, на котором противоатомная защита еще обеспечивала более-менее приемлемую защиту экипажа, он успевал загерметизироваться и убавить ход вплоть до полной остановки. Шквала радиоактивной пыли накрывала уже защищенную от ее проникновения машину. На большем расстоянии шансы экипажа возрастали еще сильнее. В топливных баках-стеллажах предусмотрели ниши для боеукладки, что позволило заметно увеличить запас хода без ущерба для размера боекомплекта. В условиях предполагаемого наступления через зону тактических ядерных ударов не приходилось даже мечтать о каком-либо постоянном снабжении, так что подобное решение вполне отвечало ключевым требованиям к машине ядерной войны. Опасения, что подобное размещение топлива и снарядов окажется более уязвимым, чем раздельное, на практике не подтвердилось. На этих кадрах танк Т-55 демонстрирует поворот башни. Башни вращаются, как и у подавляющего большинства танков, на 360 градусов. Вот здесь экипаж танка демонстрирует вертикальные углы наводки основным вооружением. Основное вооружение у Т-55 осталось то же, что и у Т-54. Это 100-мм нарезная пушка Д-10Т-2С. Модернизированный вариант орудия, устанавливающегося еще на Су-100, легендарную противотанковую самоходку времен Великой Отечественной войны. Разумеется, как и любой иной танк холодной войны, Т-55 почти незамедлительно начал подвергаться улучшениям и модернизациям. Политики балансировали на грани близкой войны, так и не переросшие в активные боевые действия, а потому любую принятую на вооружение боевую машину требовалось непрерывно совершенствовать. К 1960 году танк получил систему принудительной воздушно-жидкостной очистки приборов наблюдения от радиоактивного пепла, жидкого ила, пыли, а также любых иных загрязнений. Теперь в предполагаемых боевых условиях экипажу не требовалось покидать защитный объем, чтобы привести в порядок средства наблюдения за полем боя. Также были добавлены призматический наблюдательный прибор наводчика и дублирующий гидропневматический привод управления главным фрикционом. С ним даже неопытный водитель мог заметно увереннее вести танк. К 1962 году на вооружении СССР стояло более 9000 машин, и это вполне достаточно, чтобы начать поставки танков государством-союзникам. За период с 1962 года по 1970 год в общей сложности 1800 Т-55 и Т-55А были поставлены на вооружение в ГДР. Чехословакия и Польша выпускали его по лицензии с 1964 года до середины 70-х. Все это время танк непрерывно модернизировался в ожидании так и не случившейся войны. Обратите внимание, как орудие сохраняет свою наводку при движущемся корпусе танка. Для этого механизм наведения орудия оборудован стабилизатором, который работает при помощи гироскопов. Гироскопам необходимо время, чтобы раскрутиться, поэтому стабилизатор не начинает свою работу сразу после запуска двигателя. И стабилизатор работает только при закрытом люке механика-водителя. И это такая защита от дураков. А сейчас танк произведет демонстрационный выстрел. В СССР Т-54, Т-55 и Т-62 разных модификаций составляли до 85% общего танкового парка. Количество выпущенных Т-55 всех модификаций на вооружении 60 стран мира на конец 20 века достигло 100 тысяч штук. Т-55 очень не экологически чистая машина. Это можно заметить по густому дыму выхлопа двигателя. Использование танка Т-55 в Сирии лишний раз доказывает простоту устройства этой машины. И эксперты говорят, что Т-55 это автомат калашников из мира танков. Низкий силуэт, малая требовательность к подготовке экипажа и высокая мобильность вкупе с эволюцией подкалиберных и кумулятивных боеприпасов успешно сохранили его позиции даже в современных условиях. Да, глобальной ядерной войны так и не случилось и слава богу, но тем не менее Т-55 завоевал репутацию неприхотливой, боеспособной и доступной машины в огромном количестве малых войн по всему земному шору. Что интересно, как такового прямого зарубежного аналога у Т-55 не было. Американский М-60 конкурировал уже с Т-62. Да и британский Центурион после всех модернизаций приблизился именно к более современной советской машине. Но возьмем для сопоставления параметров Центурион. Ранние версии и американский М-48. Центурион проигрывал по броне и подвижности. Однако такая ситуация сохранилась недолго. Выпущенные Центурионы стали переоружать новой пушкой Л-7. Такое же переоружение производилось, например, с израильскими М-48. А советский ответ на новое западное орудие оформился уже в виде Т-62. Для него пришлось разработать увеличенный корпус, сказалось, заложенный еще в конструкцию Т-54 минимальные размеры и объемы. При этом в СССР не только сохранили производство танка, наименьшим потенциалом для модернизации Т-55, но и изо всех сил старались довести его до уровня новейших основных боевых танков. При этом по мощи вооружения 55-й уступал аналогичным модернизированным Т-62. Этот танк, оснащенный сложным механизмом выбрасывания гильз, на экспорт так активно не поставлялся и по лицензии не производился. Простой, надежный и добротный он оказался незаменимым для тех стран, где нельзя было найти высокопрофессиональные экипажи и высокую культуру производства. Однако его время все-таки уходит. 55-е изнашиваются, противотанковые средства совершенствуются и уже недалек тот день, когда проще и дешевле будет купить новый танк, а не перестраивать 55-е. Косвенно это подтверждает и то, что проекты модернизации остаются невостребованными. В Советском Союзе танки Т-55 впервые бы участвовали в боевой операции в 1968 году. Они помогали восстанавливать контроль над Чехословакией. А в настоящий бой им довелось вступить только в 80-х годах в Афганистане. Там 55-е занимались огневой поддержкой и сопровождением комбоев. В 1971 году индийские танки Т-55 успешно применялись против пакистанских паттонов. В финальной фазе Вьетнамской войны некоторое количество этих танков использовал Северный Вьетнам. А в 1979 году вьетнамские 55-е встречались со своими китайскими копиями и воевали в Камбодже. Но по-настоящему активно Т-55 применили на Ближнем Востоке. Начиная с 1967 года они стали непременными участниками арабо-израильских войн и проявили себя как достойные соперники Центурионов и М48. Трофейные 55-е активно использовались Израилем. При этом, правда, им заменили двигатель и переоружали 105-мм пушкой Л-7. Обе стороны использовали 55-е в Ирано-Иракской войне, а модернизированные иракские танки «Энигмы» участвовали в войне в Персидском заливе. В Анголе противником 55-х стали не сколько танки, сколько вооруженные 90-мм пушками БТР «Раттель» и бронеавтомобили «Эланд». Редко упоминается следующий эпизод. В 1975 году крузовое судно «Астр» должно было доставить 10 ливийских Т-55 в Кению, откуда бронетехнику должны были перевезти в Уганду. Но за время пути режим Инди Амана рухнул, и судно вернулось в воды ЮАР, где его и арестовали по подозрению в контрабанде оружия для Анголы. Внаруженные танки конфисковали и передали Радейзии, где 55-е приняли на вооружение, оборудовав радиостанциями от броняков «Эланд». Но повоевать 55-е не успели после того, как главари Зан-Ла и Запри объявили о фальсификации результатов всеобщих выборов. Новый премьер-министр Музарева не решился продолжить войну. В самой Ливии Т-55 использовали в войне с Чадом, причем там танки понесли огромные потери от вооруженных французскими ПТРК пикапов «Тойота». 55-е проявили себя даже в Южной Америке, там с их помощью Перу боролась с «Контрас». В 90-е Т-55 участвовали в гражданской войне в Югославии, причем, как считается, именно Т-55 был последним потерянным там танком, и уничтожил его при этом снаряд, выпущенный из пушки Т-34-85. Оставшиеся после развала СССР 55-е использовали в конфликтах на постсоветском просторанстве, в Карабахе, Абхазии и Приднестровье. Сейчас 55-е продолжают использоваться в африканских войнах, а также в Сирии. В самой России они, однако, были выведены из употребления еще в 90-е годы и не участвовали даже в чеченских кампаниях. В настоящее время российские машины Т-55 находятся на хранении. По некоторым данным, около 2000 танков этого типа пылятся на складах хранения. За годы сотрудничества с Советским Союзом у Сирии сохранилось большое количество Т-55, и они активно ведут боевые действия в бесконечной гражданской войне. Многие группировки, сражающиеся за контроль над Сирией, также имеют на вооружении большое число танков Т-55. Крупным оператором является Исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации, которое стало основным эксплуатантом после захвата нескольких десятков танков в 93-й бригаде. На танке Т-55 в настоящее время постепенно устанавливаются решетчатые экраны, усиленные мешками с песком, с целью повышения уровня защиты от РПГ, хотя подобные доработки уже реализованы на танках Т-72 Республиканской гвардии. Сирийская арабская армия использует большинство танков Т-55 в качестве стационарных огневых точек, что делает их легкой добычей для противотанковых ракет-постанцев. Большая часть танковых потерь в Сирии является прямым результатом этих, зачастую бесплодных попыток усилить местные гарнизоны и заградительные посты, в связи с тем, что парк танков Т-55 достаточно большой, нет непосредственной угрозы для сирийской арабской армии и национальных вооруженных сил, что у них они закончатся. Самая серьезная угроза для сирийских танков заключается в огромном дефиците топлива. Цит топлива послужил толчком для широкого применения танковых трейлеров, поскольку просто нет достаточного количества топлива, чтобы танки могли сами добираться своим ходом до районов своего развертывания. На этих кадрах показан модернизированный танк Т-55АМ, базовая модель модернизации Т-55А, разработана КБ завода Омск Трансмаш по постановлению 1981 года. Вариант модернизации принят на вооружение в апреле 1983 года. Модернизация проводилась силами ремзаводов Министерства обороны СССР с 1981 года. Танки получили комплекс управляемого вооружения, новое оборудование, многослойные экраны из комбинированной брони на башне и дополнительно бронированные лобовые части корпуса, бронированные резиновые экраны, дополнительно бронировано днище, модернизирован двигатель и не только. Простой, дешевый и надежный. Поэтому, хоть и в модернизированном виде, Т-55 использовался боевиками во время гражданской войны в Сирии. И один такой образец выставляется на площадке трофейной техники в парке Патриот. И обратите внимание на его лакокрасочное покрытие. Разноцветное, пестрое. Этот танк не один раз в своей жизни был перекрашен. Так что при желании в объявлении о продаже можно будет указать и не бит, и не крашен, и без пробега по РФ. Да, именно эта модификация Т-55 была модернизирована в Грузии и странным образом попала в итоге в Сирию. Т-55 АМВ. Т-55 А модернизированный. По некоторым данным, танк Т-55 АМВ попал в Сирию из Грузии. При том, что Грузия никогда не обладала этой модификацией танка Т-55. На Т-55 АМВ применяется навесная динамическая защита. По 42 элемента на борт. И облегченный вариант – это 10 элементов на борт над гусеничной полкой. На башне около 40 таких элементов. И обратите внимание на цвет этой машины. По сути, каждый блок динамической защиты – это такие параллепипеды на башне. Имеет свой оттенок. Танк ТО-55 является дальнейшим развитием огнеметного танка ТО-54 и отличается от него применением базы танка Т-55 и конструкции огнеметной установки. Пороховой автоматический огнемет АТО-200, установленный в башне вместе с паренным пулеметом ПТК, был стабилизирован вместе с пушкой в двух плоскостях наведения. Прицельное огнеметание было возможно не только с места, но и с хода одиночными выстрелами или очередями по 3-5 выстрелов со скоростью до 8 выстрелов в минуту. В сравнении с огнеметным танком ТО-54 максимальная дальность огнеметания выросла со 160 до 200 метров. При боях в городе огнеметные танки ТО-55 могли вести огнеметание по окнам и чердачным помещениям до пятого этажа зданий с дистанции 130-160 метров. Дальность прямого выстрела при встречном ветре 3 метра в секунду по цели высотой 2 метра составляла 110 метров. Автоматический танковый огнемет АТО-200 представлял собой пороховой поршневый огнемет многократного действия с пиротехническим поджигом струи. Процесс огнеметания был полностью автоматизирован. Надеюсь, это видео вам понравилось, так что подписывайтесь на мой канал, а также загляните на канал Даша Моделист. На этом канале я строю масштабные модели танков, грузовичков, самолетов. Думаю, вам тоже будет интересно. Спасибо за интерес к теме отечественного танкостроения. Так что увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok